Чем отличается детская спортивная школа в том понимании, в котором мы привыкли ее видеть, в постсоветском понимании, от клуба? Я вижу разницу, самую главную в том, кто заказчик. У детской спортивной школы заказчик, например, соцстрах. Либо город оплачивает какую-то часть на заработную плату этой школы. Соответственно, директор школы ориентирован не на свои результаты. Он ориентирован на отношения либо с председателем комитета, либо с председателем этого соцстраха. Все. И если у него хорошие отношения, то в принципе все остальное это уже прилагается. Когда же мы говорим о рыночной системе, то мы говорим, что заказчиком являются родители. И у каждого родителя могут быть разные цели для занятия спортом. Кто-то хочет, чтобы ребенок просто научился плавать. Я говорю о своем виде спорта. Кто-то хочет, чтобы ребенок научился плавать красиво всеми способами. Кто-то хочет, чтобы ребенок научился плавать красиво всеми способами и быстро. А кто-то хочет, чтобы он научился плавать красиво всеми способами и быстрее всех. И в каждом отдельном случае разная технология производства этого продукта. Потому что и научить плавать, и научить плавать красиво, и быстро, и быстрее всех – это продукт, который клуб либо школа производит заказчику. В первом случае это родитель, во втором случае это родитель, в третьем случае, когда он плавает там быстро, это уже родитель и город. В четвертом случае, когда быстрее всех, там уже заказчиком может быть государство, спонсор, сборная команда и так далее. То есть это разная технология. И если мы говорим о том, что клуб – это единица, это некая бизнес-единица, которая производит данную услугу, то она рассматривает всех как своих заказчиков. И у нее критерий один – удовлетворенность заказчика, полученной услугой по справедливой цене, которая устраивает и заказчика, и подрядчика.